Холодный утренний туман Столб дыма над костром Взвешенные частицы в воде рек и ручьев Все это мы видели множество раз Нас постоянно окружают дисперсные системы Они состоят из вещества в мелкораздром состоянии дисперсной фазы И среды, в которой эта фаза распределена и которую называют дисперсионной средой Величина частиц степени их дисперсности может быть различной Сравнительно большие размеры частиц имеют грубо дисперсные системы Взвесии и эмульсии В истинных растворах вещество находится в виде молекул или ионов Распределенных равномерно среди молекул растворителя Частицы грубо дисперсных систем хорошо видны в микроскоп Например, молоко, представляющее эмульсию капелек жира в сыворотке Дым Это множество твердых частиц, взвешенных в воздухе Грубо дисперсные системы неустойчивы И со временем дисперсная фаза отделяется от дисперсионной среды По размерам частиц промежуточное положение между истинными растворами и взвесями Занимают коллоидные растворы Золи Коллоидные частицы очень малы Но все же они могут состоять из сотен и тысяч молекул Коллоидные частицы настолько малы Что не видны в обычный микроскоп По внешнему виду коллоидный раствор нельзя отличить от истинного Однако, если на освещенный коллоидный раствор посмотреть сбоку То путь луча будет виден как светлая дорожка Образовавшаяся в результате рассеивания света частицами Это явление используют для распознавания коллоидных растворов В истинном растворе луч света не виден Так как молекулы и ионы слишком малы И не рассеивают его В коллоидном свет хорошо заметен Он образует так называемый конус тиндаля Частицы коллоидных растворов под ударами молекулы растворителя Совершают непрерывные хаотические перемещения Это явление носит название броуновского движения Из-за очень малых размеров коллоидные частицы Имеют огромную суммарную поверхность В самом деле поверхность кубика с длиной ребра в один сантиметр Составляет всего шесть квадратных сантиметров Но если один кубический сантиметр вещества Раздробить на части объемом в один кубический микрон То общая их поверхность увеличится в десять тысяч раз Поэтому и поглотительные свойства у коллоидных частиц Проявляются значительно сильнее, чем у нераздробленного вещества Коллоидные частицы адсорбируют на своей поверхности катионы или анионы Из окружающей среды Адсорбированные ионы сообщают коллоидным частицам положительный или отрицательный заряд В электрическом поле заряженные частицы коллоидных растворов Приобретают направленные движения к полюсу противоположного знака Это явление называют электрофорезом Одноименный заряд коллоидных частиц Препятствует слепанию их друг с другом И придает коллоидным растворам относительную устойчивость Если в коллоидную систему добавить электролит То заряд нейтрализуется ионами противоположного знака Лишенные заряды коллоидные частицы Слипаются в более крупные образования Происходит коагуляция коллоида Которая обычно сопровождается выпадением осадка Некоторые коллоиды при коагуляции дают осадки Удерживающие большое количество воды Их называют гидрофильными Другие осаждаются в виде порошков Почти не увлекая с собой воду Они носят название гидрофобных Коллоидные системы можно получать различными способами При конденсационном способе Молекулы нерастворимого вещества Например хлористого серебра Слипаются Конденсируются в более крупные образования Коллоидные частицы Вот еще один пример Приливая раствор хлорного железа в горячую воду Получаем Золь гидроокиси железа Дисперсионные способы получения коллоидов Осуществляют размельчением вещества На различных дробилках Шаровых и других мельницах Коллоидные растворы Можно получать и при помощи электрической дуги Металл превращается в пар А в результате конденсации Образуются коллоидные частицы Некоторыми свойствами коллоидов Обладают растворы высокомолекулярных веществ Белка Каучука Полиэтилена И многих других Они диспергируют до отдельных молекул Как вещества в истинных растворах Но сами эти молекулы настолько велики Что вполне соизмеримы с коллоидными частицами Такие молекулярные коллоиды Могут быть получены непосредственным растворением Растворению высокомолекулярных веществ Предшествует набухание и образование студнеобразной массы Геля При набухании Студни поглощают ту или иную жидкость Из окружающей среды И сильно увеличиваются в объеме Что приводит к огромному повышению давления на стенки сосуда Студни Обладают рядом свойств твердого тела Они легко режутся Сохраняя первоначальную форму В студнях Химические реакции протекают своеобразно Нерастворимые продукты реакции Осаждаются не сплошной массой А в виде концентрических колец Так называемых колец лизиганга Вещества в коллоидном состоянии Являются основой органической жизни на Земле Протоплазма любой живой клетки Это сложная коллоидная система Мышечные ткани Хрящи Клеточные ткани растений Оболочки эритроцитов Тоже разновидности студней Коллоиды почвы Играют большую роль в корневом питании растений Адсорбированные на поверхности частиц почвы ионы калия Кальция и других элементов В результате ионного обмена Переходят в почвенный раствор И всасываются корневой системой Вещества в коллоидном состоянии Принимают участие в образовании многих минералов Агата, малахита, мрамора Некоторые драгоценные камни Например, жемчуг Представляет собой коллоидную систему Где дисперсионной средой является твердое тело Углекислый кальций А дисперсной фазой Капельки воды Окраска драгоценных камней Рубинов, изумрудов, сапфиров Зависит от присутствия в них Небольших количеств золей тяжелых металлов Еще в глубокой древности Человек использовал коллоидные процессы Египтяне забивали в щели скал Деревянные клинья Поливали их водой Древесина набухала Создавалось огромное давление Которое разрушало самые твердые скальные породы Процессы коагуляции коллоидов Применяют для очистки природной воды В бассейн-отстойник Добавляют электролит И коллоиды осаждаются в виде хлопьев Которые задерживает песчаный фильтр Мели и наносы в устьях рек Образуются под действием морской воды Приводящий к коагуляции коллоидных частиц Находящихся в реке Сегодня с коллоидными процессами Связаны важнейшие отрасли химической промышленности Производство искусственного волокна Различных клеящих веществ Синтетического каучука И многих других химических продуктов Знакомое уже нам явление Электрофореза Используют в работе электрофильтров Дымоуловителей Адсорбционные свойства коллоидных частиц Положены в основу процесса флотационного обогащения руд Частицы пустой породы Гидрофильны То есть удерживают на своей поверхности молекулы воды А частицы руды при добавлении некоторых химических веществ Приобретают гидрофобные водоотталкивающие свойства При продувании через эту смесь воздуха Несмачиваемые частички руды Поднимаются на поверхность А пустая порода Опускается на дно Важные пищевые продукты Простокваша Кефир Творог Желе Джемы И другие Тоже коллоидные системы Студни Большинство окружающих нас предметов Бумага Сплавы металлов Цветные стекла Пластмассы Натуральные и искусственные ткани Содержат вещества в коллоидном состоянии Широко распространены и грубодисперсные системы Эмульсии Пены Суспензии Аэрозоли Системы Системы состоящие из двух взаимно не смешивающихся жидкостей Например воды и какого-либо масла При тщательном и длительном перемешивании Образуют эмульсии 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 широко распространены в природе Это и сырая нефть И млечный сок растений, каучконосов И многое другое Если дисперсная среда жидкость А дисперсная фаза газ Образуется система Называемая пеной Устойчивость пен Зависит от прочности пленок Разделяющих пузырьки газа При затвердевании пленок Образуются устойчивые твердые пены Пенза Вулканический туф К твердым пенам Относятся и такие искусственные материалы Как пенопласт Поролон Микропористая резина Устойчивые пены Применяют и при тушении пожаров Пена, содержащая углекислый газ Плотно окутывает горящий предмет Преграждает доступ кислороду Горение прекращается Дисперсной фазой Могут быть и твердые вещества Такие системы Называют суспензиями К ним относят различные краски Цементный раствор Бетон Облака Туманы Представляют собой аэрозоли Дисперсные системы Образованные жидкими Или твердыми частицами Аэрозоли Нашли широкое применение В быту и технике Например Топливо в цилиндре двигателя Внутреннего сгорания Подается в виде аэрозоля В смеси мельчайших капелек бензина С воздухом От степени дисперсности вещества Зависит скорость протекания Химических реакций При обжиге Мелкораздробленное вещество Удерживает во взвешенном состоянии Поток воздуха Образуется кипящий слой В котором газ омывает Каждую частицу со всех сторон А это ускоряет реакцию Во много раз Как вы видели Дисперсные системы Широко распространены в природе Имеют большое значение В народном хозяйстве В повседневной жизни Их огромное множество Мы же познакомили вас Лишь с некоторыми из них Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok